Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого. Возлюбленные, будем иметь великое терпение и никогда не ослабевать и не унывать в подвигах добродетели. Будем знать, что Владыка наш, щедрый и многомилостивый, воздает нам за малые труды великими наградами, и что Он не только в будущем веке уготавляет для нас бессмертные блага и в настоящей жизни, утешая нас в немощах естества нашего, подает нам многие дары. Ибо Господь всяческих, имея попечение о наших немощах, не всегда нас и скорби терпеть допускает, чтобы не слишком отягачали они немощь нашу. Напротив, Сам скоро подает нам свою помощь, укрепляя наше сердце и ободряя дух. Равное благополучие не всегда оставляет нас, чтобы мы, сделавшись беспечными, не склонились сами к озлу. Ибо природа человеческая, когда наслаждается слишком многим счастьем, забывает благородство и не удерживается в своих пределах. Потому-то Он, как любвеобильный Отец, иногда снисходит к нам, иногда наказывает нас, чтобы таким образом управить нас ко спасению. Ибо как врач, когда лечит больного, не всегда томит его скудную пищу, не всегда позволяет и наслаждаться обильно яствами, чтобы многоедение не произвело воспаление и через то не усилило болезни. А с другой стороны, чтобы постоянно скудная пища не ослабила его еще более. Но располагает свое врачевание, соображая состояние силы болящего и с отчаянием употребляя все свое искусство. Так точно и человека любит Бог, ведая, что каждому из нас полезно, иногда дозволяет нам наслаждаться благополучием, иногда же подвергает нас искушениям. Потому что, если искушаются люди добродетельные, то через искушения они являются еще более светлыми и приобретают свыше большую благодать. Если подобные нам грешники, то с благодарностью принимая наведенные на них искушения, они слагают в себя тяжкое бремя грехов и получают во многом прощение. Поэтому, умоляю вас, зная благопромыслительную премудрость врача душ наших, не будем испытывать судеб его. Поскольку разум наш не может постигнуть их, то тем более будем благоговеть пред его судьбами и за все прославлять его, именно потому, что именно такого владыку, которого промысел не может быть обнят никакой мыслью, ни вообще разумом человеческим. Притом мы и сами не так знаем, что для нас полезно, как он знает. И не столько сами мы заботимся о себе, сколько он печется о нашем спасении. И все творит и совершает так, чтобы только вести нас к добродетели и исхитить из рук дьявола. И когда он видит, что счастье не может принести нам пользы, тогда как наилучший врач, который, заметив, что кто-либо от пресыщения тучнеет, возвращает тому здоровье через воздержание. Подобно тому и дивный врач наших душ, наведением хотя немногих искушений, дает нам чувствовать вред, какой мы потерпели бы от благополучия. А когда видит, что здоровье довольно уже восстановлено, тогда собственную помощью избавляет нас и от искушений, и преизобильно являет свое о нас промышление. Итак, если некоторые, живя добродетельно, впадают в искушения, то да не смущаются духом, а тем более допитают себя утешительными надеждами, что через искушения уготовляются для них венцы и награды. Если же во грехах живущие подвергаются скорбям, пусть и они не отчаиваются, зная, что искушения во всякое время могут послужить к очищению грехов. Если только все случившееся с нами мы принимаем с благодарностью, ибо свойство признательного раба не только тогда благодарить Господа, когда сам наслаждается беспечальную жизнью, но и в неприятных обстоятельствах показывать тоже благодушие. Аминь. Без беседы на бытие.